Добрый вечер, друзья! Сегодня мы начинаем, сегодня 4 марта, мы начинаем новый информационный проект. Каждый вечер мы будем вас информировать о событиях, которые имели место быть в этот самый день. Наш проект будет называться «Новость дня» и будет реализовываться в рамках уже известной всем еженедельной программы «Неделька». Итак, приступим. Сегодняшняя новость дня – это новость, которая имеет отношение к заведению, перед которым мы находимся. Это Национальный Центр по борьбе с коррупцией. Итак, друзья, сегодня 4 марта Национальный Центр по борьбе с коррупцией вышел с пресс-коммуника, с пресс-релизом, в котором говорится буквально следующее. Итак, сегодня Национальный Центр по борьбе с коррупцией вышел с пресс-коммуника, в котором было заявлено буквально следующее. Я подсчитываю на молдавском языке и после этого мы дадим информационный блок. Время. Апарития у него документа в этот досок, в месяцоведу, в досоку Викол, в спацію публику, есть в среду огромное, и мы откладем фасту, что скот, которые сделали этот докупрами, прям через процессы, в процессе инструментов, в этот досок. Другими словами, своими словами, речь о том, что те материалы, которые вчера появились, материалы из уголовного дела о прослушивании телефонных разговоров по поводу таможни, они могут иметь какое-то особое негативное влияние на ход следствия. И хочу вам сказать, что НЦБК не угадали. Совсем не с этой целью были опубликованы материалы из уголовного дела, они были опубликованы совсем с другой целью. Они были опубликованы только для того, чтобы показать, что ближайшее окружение Плохотнюка, и это не первый случай, самое ближайшее окружение Плохотнюка сливает информацию, которая вредит Демократической партии и Плохотнюку в частности. Скорее всего, это происходит в силу того, что его ближайшее, самое ближайшее окружение понимают, что ситуация меняется, что им не удастся вместе с Плохотнюком уехать в Швейцарию, а придется отвечать здесь на месте перед следующей властью, и поэтому они уже начинают подлизываться к следующим властям, к тем, кто, по их мнению, может прийти к власти в ближайшее время. Итак, давайте проанализируем, каким образом произошел слив этой информации и какую цель преследовали. Если вы помните, была такая история о прошлом летом, когда были произведены атаки на несколько банков и одну страховую компанию, тогда впервые очень серьезно массово кто-то из ближайшего окружения Плохотнюка его очень сильно подставил, и, если быть более точным, не его, а те компании, офшорные компании, владельцем которых является Плохотнюк. Как они были подставлены? На фоне нескольких банковских счетов из разных банков был подкинут проект Агрейнбанка, где было сказано, что владельцам пакетов акций, на которых были совершены атаки, были какие-то маленькие непонятные люди, которые никогда не сумеют себя защитить, которые являются никчемными и которые, по сути своей, могут быть шантажируемы, потому что, скорее всего, они сами украли деньги, на которые были куплены эти акции. На самом деле ситуация была значительно интереснее. За теми мелкими, никчемными людьми, которые, по сути, являлись владельцами акций, стояли очень серьезные европейские чиновники, которые не позволили украсть свои акции в Агрейнбанке. И это было сделано с одной единственной целью. Кто-то из ближайшего окружения подсунул эту Плохотнюку для того, чтобы его внесли во все самые черные списки, которые, по определению, могут иметь место быть в финансовых структурах, в международных европейских финансовых структурах. Так вот, в нашем случае история повторяется. История начинается 21 февраля, когда на мой email, да, хочу сделать маленькую поправочку, вот это те материалы, которые были опубликованы в медийном пространстве. Значит, эти материалы из дела о Виколе, и на самом деле эти материалы видно, что они ксерокопированы из самого дела, из томов дела, и ксерокопии были сделаны здесь, вот в этом прекрасном здании. Потому как никто извне не может зайти в здание НЦБК, имея под мышкой копировальный аппарат, для того, чтобы скопировать здесь те документы, которые являются в деле. Значит, наше предположение следующее. Это крыса или крот здесь, в зданице живет, и, по сути, служа плохотнику, копает под него за кого-то другого, или за филата, или за еще кого-либо. Итак, давайте рассмотрим эволюцию всей этой истории. 21 числа на мой email пришло письмо. Обычно письмо от информаторов, материалы от информаторов приходят с конкретными материалами, приходят материалы с именами тех агентов или тех людей, которые могли бы поделиться информацией, быть достаточно правдивыми и добросовестными свидетелями тех или иных ситуаций. А тут пришло интересное письмо, которое фактически является пресс-коммуникем и которое не содержало никакой новой интересной информации. Итак, 21 числа они пишут, что Ассоциация Молдова-Мея исправила ингридирование, то есть они уже от нашего имени попытались что-либо рассказать, исправила ингридирование о том, что официалии дыранг-энальт, в специаль, премьер Влад Филат, депуне то те эфортили пенту аскунде казуриле де коруптия, трафик де инфлюенса сащалки кримикраве, инструктурили инспекторатулы фискал, ши авэмий. На что я по этому же, по адресу, с какого пришло это письмо, адрес, сейчас скажу, cordonator.media.gmail.com я ему отправляю издевательский месседж, говорю, уважаемый координатор, дополните, пожалуйста, ваше пресс-коммунике следующими словами, не только Филат, но Лупу, Плохотнюк, Гимпу, Негруд, Сиболицкий, Шилазер и Лазер, а также дополните пропущенные строчки, адрес, электронный адрес и телефон, следующими телефонами и адресами. В результате чего, тут же получаю ответ от этого самого координатора. Я не понял вашего вопроса, вы сами знаете, что вы должны от вашей организации говорить и писать. На следующий день, 22 февраля, мы выходим в рамках Молдова-Мя в пресс-конференцию и происходит событие, которое, наверное, в премьере произошло в Республике Молдова. Так как была заявлена пресс-конференция с темой юридическая экспертиза, телефонных разговоров высоких официальных лиц, которые были опубликованы в деле Викола, на самом деле, сейчас секундочку, на самом деле, на сайте «Привет, СКЕУ» название конференции было следующее. «Все функционеры, которые фигурируют в прослушивании телефонных разговоров, должны быть привлечены к уголовной ответственности по статье 326 и 327 Уголовного кодекса». Чувствуете разницу? При этом, на пресс-конференции 22 числа было сказано, что при всей моей нелюбви к Виколу, Филату и прочим персонажам, по этим статьям они не могут быть привлечены, потому как те действия, те материалы, которые попали в прессу, телефонные разговоры, они не подпадают под действия этих статей, потому как нет состава преступлений, которые классифицируются так называемые «Премиря сау экстраджеря де Бунурь», «Бань титлурь де Валуаре» и так далее. Вся эта история, она заканчивается очень интересно, она заканчивается нашей самой важной новостью, тем, что 4 марта наша уважаемая НЦБК, Национальный Центр по борьбе с коррупцией, выходит в пресс-коммунике и рассказывает, что вся эта история, она очень плохо может отразиться на дальнейшем развитии этого дела. И они так и не поняли, что это все было сделано исключительно для одного человека, для Вадика Плохотнюка, чтобы он понял, что в самом ближайшем окружении, какому себя даже не может представить, насколько близко, находятся крысы и кроты, которые его сдают и сдают его по полной. Итак, уважаемые друзья, мы обратились сегодня к адвокату Викола Ане Урсаке и попытались, она, конечно, обиделась на нас, что мы опубликовали эти материалы, и попросили ее прокомментировать появление этих материалов. Очень интересна версия, которую она выдвинула, что это могло быть сделано господином Кетрару или господином Зомбряну с одной единственной целью, чтобы, не имея возможности пойти с этим делом в суд и выиграть их в суде, чтобы списать проигрыш дела на то, что появились материалы дела в публичной печати. Уважаемая Анна Урсаке, я думаю, вы заблуждаетесь. На самом деле ситуация гораздо интереснее и гораздо все проще. Все это делается с одной единственной целью, чтобы показать Плохотнюку, что Демпартия уже разбегается и разбегается не где-то там в районах, а разбегается в самом его ближайшем окружении. Итак, друзья, мы вас благодарим. Это был наш первый выпуск новостей, вечерних новостей в рамках недельки. Новость дня на сегодня закончена. До завтра. Всего вам хорошего.